Владимир Александрович Владимир Александрович Владимир Александрович Владимир Александрович Владимир Александрович Крейбих описывает дерматиты как острый процесс, а экзему как хронический. При этом среди этиологических факторов и ведущих патогенезе указывает именно состояние нервной системы. Необходимо сказать, что в этот же период другие ученые, или Вандовский, и Ядасон, они отдают больше предпочтения именно аллергологическому составляющему патогенеза развития этого заболевания. Итак, экзема или дерматит. Мы знаем, что на сегодняшний день в странах европейских и в Соединенных Штатах эти два понятия отождествляют. И дождество этих двух понятий основано на одном патоморфологическом признаке. Это спонгиозе или межклеточном отеке. Но посмотрите, как много заболеваний имеют в своей основе этот же признак. То есть основой их является спонгиоз. И мы видим, что они имеют совершенно различные патогенетические механизмы развития, точно так же, как и различную клиническую картину. Существует много классификаций экзем. Это одна из последних, которые приняты за рубежом. Классификация наших российских коллег. Нам кажется, наиболее удачная классификация, которая представлена в книге профессора Лидии Денисовны Калюжной, написанная сотрудниками КАФТРА, это детская дерматовенерология. Где мы видим, что экземы разделяются на две большие группы, эндогенные и экзогенные. Все классификации достойные и заслуживают уважения. Но все-таки хотелось бы опять вернуться к понятиям дерматит и экзема. Каждый ли дерматит может быть экземой. И все-таки необходимо сказать, что вероятно, мы можем присоединиться к мнению большинства авторов, что для того, чтобы мы сказали, что такое экзема, должны быть и поставить диагноз экзема. Должны быть три основные составляющие. Первое – это сенсибилизация. Второе – это морфологический субстрат, собственно, спонгиоз и развитие внутри эпидермальных пузырьков. И четвертое – это все-таки эволюционный полиморфизм элементов. Мы видим, что… Поэтому, если вы позволите, коллеги, я сегодня исключаю из своего выступления атопический дерматит, потому что это особая группа. Она, безусловно, это атопический дерматит, это же действительное слово «атопическая экзема». И два заболевания – сибириный дерматит и иритантный контактный дерматит, просто потому что здесь все-таки не является ведущим сенсибилизацией организма. В основе мы видим, что патогенеза лежит генетическая предрасположенность, которая при истинной экземе была доказана профессором Кубановой в 1986 году. И на фоне этой генетической предрасположенности, безусловную роль играет и нервная система, и сенсибилизация организма, и иммунное нарушение, состояние эпидермиса, и патология желудочно-кишечного тракта. Я не буду останавливаться на характеристиках экзема, они вам известны. Только единственное, еще раз напомню, у нас здесь много молодежи, о том треугольнике Крэбиха, о котором я говорила, который характеризует именно эволюционный полиморфизм развития элементов при экземе. И мы видим, что в вершине треугольника есть мокнутые или эти знаменитые сервозные колодцы. Гистологическим признаком экземы, острой экземы, самое главное относится к эспангиозу и образованию внутриэпидермальных пузырьков. И необходимо сказать, что в момент, когда экзема проходит в своей стадии, от острой до подострой, хроническое количество пузырьков уменьшается, интенсивность пангиоза уменьшается, и нарастают явления гиперкератоза, гипергранулеза, иногда даже это называется псориазеформная гиперплазия. Мы, готовясь к этому докладу, поднимали очень много литературы, в том числе и патоморфологической. Вот профессор Свистунов, он всегда мне говорил, Вы знаете, если Вы хотите поставить диагноз экземы, Вы должны найти хотя бы один, даже при хронической, хотя бы один пузырек в Вашем патоморфологическом биоптате, материале. На сегодняшний день мы хотели бы Вам... Наш доклад является дискуссионным. Мы предлагаем Вам дискуссию и предлагаем Вам присоединиться или наоборот провернуть наше мнение, что, может быть, все-таки на сегодняшний день необходима некоторая корректировка, как и в классификации экзем, и, возможно, и в подходах, потому что просто современные методы диагностики, они, вероятно, будут диктовать и новые подходы и к лечению, и к классификации, и к попыткам пересмотра некоторых положений. По механизмам развития, вероятно, на наш взгляд, целесообразно оставить такие формы, истинную контактно-аллергическую, инфекционную, посттравматическую, фоточувствительную и кожную аутосенсибилизацию. Истинная экзема, очень кратко, вы знаете, что, или еще иначе называют, идиопатическая экзема. Она характеризуется остротой высыпаний, как правило, симметричностью поражений, часто присоединяется пиококковая инфекция. Это эндокенные экземы, часто мы не знаем патогенетических механизмов, но иногда это бывает сенсибилизацией, может быть, и к пищевым продуктам, или же к гельминтам, или каким-то другим факторам. Разновидностью на сегодняшний день истинные экземы относятся к нумулярной или дискоидной. Вы знаете, что у деток, у которых есть атопический дерматит, может развиваться и нумулярная экзема. У взрослых же, наоборот, у тех, у кого развивается нумулярная экзема, не часто встречается история личной атопии, семейной атопии, но зато большинство пациентов указывают на наличие очагов хронической инфекции. Но если, наверное, положить руку на сердце, то уже учитывая возраст, при котором возникает нумулярная экзема, то, наверное, у каждого из нас есть очаги хронической инфекции. Дисгидротическая экзема. Это тоже является одной из разновидностей истинных экзем, и при этом остро возникают пузырьки, чаще всего это ладони и подошвы, мы знаем, на эритоматозном фоне, сопровождающиеся интенсивным зодом. Как сегодня очень правильно напомнила нам всем, еще раз, профессор Галюшна Лидия Денисовна, что зод – это тот признак экземы, который заставляет пациентов больше всего страдать и указывать нам на свои страдания. Инфекционная экзема. Еще в 1902 году Эмкман дает такой термин – инфекционный экзематоидный дерматит. И тогда, на тот момент, еще в 1902 году, такие дерматиты составляли 3% обращения к врачу-дерматологу. Удивительно то, что сейчас вот британские журналы, британский журнал «Терматология», за 2013 год была статья, где показано наличие инфекционных дерматитов с тем же процентом. Обычно мы говорим, вы знаете, эта патология растет, она ширится, но вот инфекционный дерматит как в 1902 году, так и в 2013 году имеет свои 3%. Развивается на участках предыдущего пиококкового поражения кожи. И главным, опять-таки, обращая внимание, является сенсибилизация. Посттравматическая экзема. К ней сейчас относятся к варикозным. Вообще варикозные экземы, я бы сказала, даже имеют 2, может, механизма развития. Один – контактный, аллергический, энотопическое лечение варикозной болезни. И второй – это посттравматический, потому что трофические язвы – это травмы для кожи. Но при этом необходимо и, я хотела бы сказать, о мысли Николая Сергеевича Вадикаева о том, что при этой экземе стафиологоки имеют не сенсибилизирующую роль, а роль просто возбудителей. Но мне кажется, что необходимо еще более углубленные исследования для того, чтобы подтвердители отвергнуть эту теорию. Фоточувствительные. Чаще всего в виде контактных аллергических дерматитов. На сегодняшний день были проведены исследования в 12 странах. Было проведено фотопатч-тестирование тысячи пациентов. И показали, что каждый пятый является положительным к фотопатч-тестам. На сегодняшний день основными теоретическими моментами являются молекулы, входящие в солнцезащитные экраны, которые мы активно рекомендуем нашим пациентам. Это на сегодняшний день топические, а нестероидные противовоспалительные кремы и хлоргексидин. Аутосенсибилизирующий дерматит. Опять-таки, в 2021 году впервые дан термин, но сейчас все чаще мы возвращаемся к этому термину. Диагностика. Я хотела бы остановиться на аллергической составляющей. Прежде всего мы говорим о том, что экземы – это гиперчувствительность замедленного типа. И в зависимости от клеточного инфильтрата будет и развитие клинических проявлений. Но сегодня, на сегодняшний день, уже эта теория дополняется тем, что возможно и развитие иммунонемедленных реакций с выработкой иммуноглобулинов И. На сегодняшний день, опять-таки, очень важно понимать, что существует не просто аллерген, а существуют мажорные и минорные антигены. И когда мы говорим, что экзема, начиная от мановалентной сенсибилизации, переходит в поливалентной, при этом мы забываем о перекрестной сенсибилизации. Посмотрите, например, мажорный антиген пыльцы березы, какое количество пищевых продуктов, которые мы с вами употребляем, почти ежедневно в пищу, может вызывать перекрестную иммунизацию. А нам достаточно выявить при этом только лишь мажорный антиген. Латекс. Сейчас существуют даже так называемые латексные экземы. Но латекс – это не только латексные экземы, это гиперчувствительность замедленного типа. Но это еще может приводить и к анафилактическому шоку. И вы посмотрите, что уже у людей сенсибилизированных употребление бананов, авокадо, киви, сегодня не на столе у многих из наших соотечественников, может также мы должны быть внимательны, и приводить к немедленным реакциям. Итак, на сегодняшний день, чего у нас нет, и чего мы очень страдаем, это наличие кожных патч-тестов. И очень надеемся, что они будут в нашей стране. Для определения специализированных иммуноглобулинов. На сегодняшний день, слава богу, есть. В больших лабораториях используется система иммунокапа. Это золотой стандарт количественного определения мажорных и минорных антигенов. Самое современное, это ИСАК-технологии, ИСАК-технологии, где нам специальные чипы протеиновые наносятся аллергены. И за очень короткий период мы имеем большую панель мажорных и минорных антигенов, которые аллергенов для каждого определенного пациента. Алгоритм лечения, идентификация и устранение причинного агента, восстановление барьера, терапия экземы. То, что доказательное, самое доказательное, это А, степень доказательности, это топические астероиды, это антигистамины, ретиноиды при гиперкерататической экземе, Б, это фототерапия, ингибиторы, кальциневрины топийская, доказательность уровня С, это системные антибиотики, кортикостероиды, иммуносупрессанты. Мы знаем, что обязательная диагностика и лечение сопутствующих заболеваний у специалистов и применение аппаратных методик. И сегодня мы говорим, что имея вот эти новые методы и углубленные исследования, возможно речь идти и о специфической десенсибилизирующей терапии. Я благодарю вас за внимание.